Дорогие ребята, я был небольшой период в связи с моим недомоганием, достаточно длительный процесс затянувшейся к невралгии, и мы пропустили две лекции, которые необходимы для нашего курса, они как бы заключительные. И я пытаюсь как бы наверстать это все, и мы сейчас пройдем одну лекцию, а завтра, надеюсь, мы сможем, наверное, пройти еще другую лекцию, как бы последнюю, заключительную, и перейти к разбору наших работ, которых уже благодаря вам, дорогие участники, накопилось достаточно много. Я их перекачиваю на свой компьютер, любуюсь какими-то произведениями, да и вообще все работы очень интересные, хорошие. И у нас будет еще одна встреча, которая будет в режиме, так сказать, такого общения, когда мы будем, как бы, проводить такой момент, который называется осознание, да. И мы будем, как бы, вот те работы в формальном ключе, которые были сделаны вами, мы будем их анализировать с точки зрения, что же несет с собой вот та или иная работа. И попытаемся найти в каждой работе смысл как-то его сформулировать и довести до как бы уже такого знакового состояния, когда это можно сделать плакатом, каким-то результативной какой-то работой, которая будет иметь и смысл, и решение. Ну, решение оно какое-то уже визуально существует, но где-то, если нужно доработать, мы доработаем. Вот этот формат такого осознавания наших работ, он будет происходить, скажем, ну, может быть, в понедельник или во вторник, как получится. А сегодня у нас будет лекция посвящена, как бы, тексту в плакате и шрифту. Это очень важный момент, он, как бы, позволяет нам трансформировать изображение, как бы, соединять со смыслом. И трансформировать его, наше изображение в уже действительно послание какое-то. И вот эти моменты, связанные с, как бы, текстовым вмешательством в изображение, они очень важны, потому что они и зададут той коммуникационной функции, которая предусматривается в плакате. Потому что плакат делается все-таки для того, чтобы вступить в какое-то общение с аудиторией, со зрителем этого плаката и, как бы, что-то рассказать. Поэтому у нас сегодня лекция будет, как бы, продолжение темы композиции. Но мы коснемся таких методических аспектов композиции, которые пока еще мы не касались. Они будут связаны с текстом, так или иначе. И это методический, как бы, аспект в том заключается, в том, что, ну, как бы, плакат без текста, может быть, конечно, их много-много плакатов без текста, которые одним визуальным языком уже что-то рассказывают. Но если понадобится, если понадобится довести свои какие-то работы до какого-то яркого и меткого, как бы, такого смыслового содержания, шрифтовое решение вам понадобится. Или вмешательство шрифта, может быть, понадобится. Поэтому мы сегодня будем говорить о шрифте. Ну, как бы, история световой культуры, как и языковой культуры, она древнейшая. И когда-то древние-древние люди, они прибегали, помимо того, что они на каком-то там своем человеческом языке общались, а они через какое-то время потребовалась какая-то форма письменности для того, чтобы как-то передавать свои послания. Какое-то время эта письма была, как бы, изобразительной. И она была очень такой примитивной, как по типу петроглифов, которые существуют у нас в республике. И из каких-то таких петроглифов и рисовались, создавались на скалах, на камнях. И таким образом передавалась какая-то смысловая информация. Она была связана с самой деятельностью тех людей, которые тогда жили. Они занимались охотой, занимались, как бы, выживанием в окружающей дикой природе. Поэтому и смысл их, как бы, посланий, этих петроглифов, это, как правило, какие-то животные, какие-то темы охоты. И вот это петографическое письмо, оно очень много тысяч лет существовало, как картинки, как иллюстрации. А человек пытался обознать издевотно, рисовал его. Потом эти изображения становились более абстрактными, обозначающими целые фразы. Письменность постепенно перешла от рисунков для памяти и иллюстрации к различным видам пиктограмм. Поэтому эти рисунки, они, как бы, были достаточно большие. Это, как бы... Но они уже были, как бы, имели, несли в себе функцию какого-то символа, какого-то знака. И они уже постепенно, с необходимостью такого, ну, большего, как бы, повествования, эти, как бы, рисунки должны были, как-то, упрощаться. И параллельно с процессом абстрагирования знака происходит процесс уменьшения его пространственной значимости. И если, скажем, петроглифы – это достаточно большие изображения, то, скажем, наши литеры, алфавиты нашего, они достаточно очень маленькие. И вот это уменьшение вот этого знака смыслового характерно, как бы, для истории любой письменности. Но нас интересует не петрографическая письменность, которая была в очень древние времена, латинская и стириллическая письменность, которая нас интересует двойникло, и финикийско-константно-звукового письма, в котором знак обозначает отдельный звук речи. Фактически мы имеем, когда мы подразумеваем шрифт или алфавит, мы имеем в виду, сталкиваясь с изображением звука в виде этих букв. Эти звуки, эти буквы алфавита, любого алфавита, они отражают не картинку окружающей природы, типа там оленя или чего-то, как в петографическом письме, они отображают звук речи, той речи, которая, собственно, что-то значит. Не просто как музыка звучит, потому что там много звуков в музыкальном ряду могут прозвучать, но та выверенная речь, которой уже устоявшись и которой люди пользовались. И в рамках вот этой речи создается как бы алфавит, который фиксирует вот эти звуки речи. Поэтому как бы мы сталкиваемся, когда с алфавитом, мы должны помнить о том, что это как бы изображение звука. Следующий слайд – это уже как бы визуальное понимание того, как работает и как воспринимается шрифт. Мы уже говорили, что по мере абстрагирования необходимость в величине изображения шрифта отпадает. Шрифт становится очень мелким, но он выстраивается в строке, и эти строки могут занимать большие томатник, и таким образом он свои функции от маленького размера не теряет и приобретает как бы смысловую уже звучание в контексте самой информации того, что написано. И в этом смысле его функция реализуется. Владимир Фаворский очень метко обозначил восприятие буквы, буквы похожей на муху в молоке. Вот посмотрите на круг, который с правой стороны в квадрате, там маленькая-маленькая такая мушка. Но это не мушка, это буква А, если ее увеличить, но она действительно воспринимается как муха. Представим букву как предмет, который существует в пространстве листа или книги и имеет определенные пространственные свойства, силу своей конструкции и нашего восприятия ее. Да, действительно, буквы алфавита, они отличаются друг от друга, и у каждой буквы есть свой силуэт, свое очертание. И вот одно из таких интересных упражнений, которые можно практиковать, это находить какое-то представление буквы в каком-то пространстве, как какой-то сущности, вот здесь в данном случае мушка, да, муха. А если какие-то другие буквы, можно тоже найти какие-то ассоциации, связанные с тем, как они размещены в пространстве и что в целом из себя картинка представлять может. Это такая вот интересная минималистская практика, которая могла бы показаться интересной с точки зрения дизайнерских решений. Букву моделируя черное, чем самым моделирует и белое. И черное как бы врастает в белое. Это действительно как бы работа силуэта и фона. И любая буква – это черный силуэт, который имеет свои очертания, свои пропорции. И она имеет как бы не просто такое полное покрытие. Там есть какая-то степень белого в каждой букве. И вот эта степень белого в каждой букве, она говорит о том, что фон и сама буква, они взаимодействуют. Буква представляет собой черный силуэт некого тела. А та или иная моделировка черного, изменяя конструкцию, в то же время ставит букву определенное отношение к белому. Они существуют, не существуют изолированно, а они взаимодействуют. Каждая буковка так или иначе взаимодействует с белым фоном. И таким образом мы считываем эту букву именно как эту букву, а не какую-то другую. Прочтение буквы в данном случае заключается в природе силуэта и фона. Вот здесь изображены примеры силуэта и фона. Белая фигура на какой-то черной кляксе, и потом какой-то треугольник на черной кляксе. Это и есть работа вот этого модель силуэта и фона. И силуэта – это борьба черного с белым или борьба с суши с морем. Это тоже слова Саворского. И вот эта картиночка, которая красноречиво говорит, что как работает, скажем, белый силуэт внутри черной буквы, и как сама черная буква, буква Б, работает на самом формате листа. И, как вы видите, даже вот здесь, везде этот принцип, система фигура-фон, они как бы создают любую литеру, любой алфавит. При воспринятии человеком системы фон-фигура, глаз идет по пути на не меньшего сопротивления. То есть пытается сохранить воспринимаемые плоскости максимально целостными, не раздробленными. И вот видите здесь гарнитуры шрифтов, которые практически, ну, как бы недописанные шрифты, они не какие-то моменты, воссоединяющие элементы, которые должны были бы быть, как бы, тоже прорисованы, и тоже для, как бы, правильного шрифта. Но здесь они, как бы, упущены, но это не мешает считывать нам сильные буквы. И вот эта степень узнаваемости буквы, она как раз-таки построена вот по этому принципу, что при вот системе фигура-фон наш глаз идет по пути на не меньшего сопротивления, то есть пытается сохранить воспринимаемые плоскости максимально целостными, не раздробленными. Так как мы буквы алфавит знаем, нам легко угадываются буквы даже при очень большом, как бы, потере какой-то части буквы. Видите, мы, в принципе, вот, допустим, букву А вот, мы ее все равно считываем, хотя уже от буквы А ничего не остается. И это одна из каких-то вот таких особенностей нашего восприятия алфавитом, потому что эти знаки мы знаем достаточно хорошо, они уже, как бы, устоявшиеся в нашем сознании, поэтому считать букву при какой-то степени ее уже скраданности, как бы, потерянности буквы мы это можем. Говоря о шрифте, мы должны упомянуть о том, что шрифтов, границов шрифта у нас очень большое количество. И этому, как бы, есть предыстория к созданию каждого шрифта. И люди, которые создают шрифты, они понимают, как важно, какие задачи нужно решить для того, чтобы шрифт был рабочим, был красивым, был читаемым, был очень интересным. И главное, разнообразным, чтобы не пользовался одним и тем же шрифтом, а создавать новые. Но, опять же, это целая наука создания шрифтов. Но главный принцип создания шрифтов заключается в том, что каждая буква, она алфавита строится по принципу того, что горизонталь и вертикаль в нем соизмеримы. Имеет отношение пропорции. Большое количество шрифтов и пропорции высоты, допустим, ширине каждой буквы, она варьируется, безусловно. И внутри одного алфавита есть буквы, которые достаточно узкие, например, в английском языке буквы L, или буквы I, или буквы J, какие-то буквы широкие. И это тоже имеет соизмеримость высоты в ширине буквы в плане пропорций. И, как правило, эти пропорции выстраиваются, высчитываются. Многие учитывают принцип золотого сечения, классические шрифты, так они на основе золотого сечения, антиква, древнегреческая, она на основе золотого сечения выстроена, пропорции золотого сечения. И вот первый шрифт наверху, который был создан в первые века от ее печатания, дело в том, что в то время буквы вырезались из дерева или гравировались на мере. Основой шрифта были штамбы, основные вертикальные стрихи и дуги. Штамбы делались с подсечками. Затечки были немного закругленными. Это зависело и от традиционной конструкции рукописного шрифта, и от античного шрифтового наследия. Такой шрифт называется объемным или классическим. Вот этот верхний шрифт, вот его начертания, оно достаточно как бы наследие античных шрифтов, которые уже в средние века, которыми пользовались в Европе, ну, с момента создания книгопечатного станка. Потому что эти буквы, они были как литеры для печатного процесса, и их надо было создать сначала, а потом уже ими набирать тексты и печатать. Второй шрифт, это уже шрифт XIX века. Он шрифт, образованный движением вертикали, где горизонталь, есть лишь перемещение точки вертикального, вертикальный, на вертикале, вправо или влево. Это вот такой вот шрифт. Действительно, его образуют вертикальные в основном линии, и горизонтальные линии, они, в принципе, несут в той облегченную функцию, и таким образом создают игру вертикали и горизонтали за счет вот этого разности толщины. Этот шрифт связан с романтизмом, и, в принципе, это шрифт Бадони. Верхний шрифт, это разновидность антиквы. Антиква, это древнегреческий шрифт. Шрифт без всяких защитек, почти не моделирующий черного, отгедрительное белого цвета и дающий только элемент конструкции. Этот шрифт появился благодаря конструктивизму в начале 20 века. Видите, он такой современный? Такие шрифты, которые без защитек, они называются гротесками. А шрифты с защитками, это классические шрифты, которые, собственно, являются наследием античного шрифтового искусства. И к четвертому виду шрифта можно отнести такой тонкий гротеск, который уже появился, ну, тоже где-то в начале 20 века, в первой половине, во всяком случае. Его шрифти и дуги скорее чертят, чем его рисуют. И иногда называют одномерно-профильным или контурным. Такого рода контурность создает и новое отношение белого и черного. Вот понимаете, все эти четыре разновидности шрифта несут по силуэту, по силуэту несут разнообразие вот это решение проблем силуэта и фона. Дело в том, что, как мы уже доказали, что, собственно, силуэт и фон это и есть принцип как бы восприятия любого шрифта, да и вообще как любого изображения, это очень важный принцип, но в шрифте он как бы определяющим и поэтому и толщина элементов в шрифте и есть разновидности там тонкий, совсем тонкий, потом нормальный шрифт, жирный шрифт, болт, да, или суперболт, ультраболт, это все разновидности как бы того, как шрифт воспринимается глазом и как он как бы работает на белом формате листа. вот шрифт вокруг нас на данном случае это упражнение, которое выполняется студентами в дизайне от сих пор и же просто как такая поиск каких-то шрифтов, потому что вокруг нас, потому что как мы уже выяснили, что сама литера и каждая буква, которую мы знаем из алфавита, она прочно сидит в нашем сознании, поэтому как бы натолкнулся на как бы букву в окружающем нас мире, даже если она является предметом или какой-то частью архитектуры или какой-то ситуацией на дороге, понимаете, и это как бы вполне естественно. И вот центральный плакат, который здесь показывает букву Ф, ну она сразу нас адресует к выражению достаточно такому не очень как бы употребимому, но в принципе в некоторых случаях его употребляют, особенно вот когда такие моменты на дорогах случаются, и плакат выглядит очень убедительно и в силу смысла своего, и в силу того, что вот буква Ф, которая здесь представлена тремя дорожными средствами, которые вляпались в неприятную ситуацию, она очень как-то речилый плакат, и решение очень убедительное. А вот буква Ф в метро, вот буква Е на фасаде дома, буква А, буква Б решетка, ну, Б английская и В русская, и буква С. Вот такой поиск слифтов в окружающем нас мире, это интересное указание, сейчас у нас у всех есть фотоаппараты, поэтому вы можете в качестве задания я могу посоветовать вам поискать в окружающем нас мире просто вот визуальную такую букву, она может пригодиться для какого-то решения, может появиться какой-то смысл, может быть какая-то подсказка для какого-то решения каких-то вещей связанных, и вот буква Г, да, просто угол помещения, да, так что шеет вокруг нас, это одно из как бы таких упражнений, которые можно практиковать с помощью фотоаппарата, и помолнять свою копилку дизайнерского такого видения, нарабатывать как бы восприятие, хотя действительно буква С, она достаточно далека до буквы С, но в принципе можно сказать, что это буква С. И вот студенты также художественных служб, они делают более сложные буквы, которые трудоемкие, это надо умудриться еще так сделать, это такой вид как бы искусства можно сказать сейчас очень популярный, когда с какой-то точки зрения, с какой-то точки зрения, какое-то нагромождение вещей превращается в некую картину, но надо быть только в этой точке зрения, чтобы эту картину увидеть, вот в данном случае комната, книжная полка, гладильная доска, стул, какие-то вещи навалены, да, но мы видим буква это технически, наверное, делается таким образом, что сначала делается проекция через эпидиоскоп, через проектор на этой буквы, а потом вот все это выкладывается по этой проекции за счет вот контраста как бы оттенков, да, контраста цвета, да, если комната белая, то темные цвета как бы выделят эту букву на фоне всего остального, что в этой комнате есть. И таким образом происходит удивительная вещь с какой-то точки зрения. Эта буква явно считывается, она практически совершенно правильная такая буква шрифта Таймс, вот, и очень четкая. Видите, какие эксперименты проводят студенты художественных вузов для того, чтобы как бы разнообразить свои формы как бы решений для и видения, тренировки видения нашего восприятия, нашего взгляда на вещи, да, вот здесь буква Т, вот, ну, здесь вот как бы буква А угадана в какой-то это, не знаю, для Кигельбана, наверное, эти пирамидки, которые сбивать надо, и вот здесь вот буква Е. Вот еще интересное решение, это тоже как бы, не знаю, насколько это построено, может быть, это просто увидено, это вот вешалка на стенке, там, джинсы весят какие-то, вот, трикотку это, вот, с правой стороны вход в кухню, там, или там в ванную комнату, а посередине висит сумка красная, ну, буква Н. Вот это явно сделанная, как бы, трудоемкая вещь, вот так можно было упаковать девчонку для того, чтобы она была буквой R, LP, и вот такие вот решения. А это вот в нижнечерной, там, собственно, зонтик, вот это с правой стороны зонтик, здесь что аппарат, такой натюрморт фотографа. Вот. И, как вы видите, это такое увлечение, которое очень эффектно с точки зрения дизайнерского решения, с точки зрения того, что как можно как бы воздействовать на зрителей через какое-то совершенно обманное, иллюзорное демонстрацию, да, через такую обманку и таким образом создать, может быть, какой-то текст, который будет очень короткий, может быть, и даже длинный, который будет очень сильно звучать и рассказывать об очень многом, да, потому что сам набор предметов уже о чем-то говорит, как бы то, из чего эти буквы сделаны, они уже сами многое рассказывают о жизни, о том настроении или о том характере бытия, который, собственно, представлен на работе. Переходим к следующей части нашей лекции, это каллиграфия. Каллиграфия это ручное исполнение шрифта, это рукописный шрифт, по большому счету. Казалось бы, что как бы нас в тех в школе учат писать очень аккуратно, и это действительно необходимо, мы должны так или иначе научиться грамотности и правильному написанию всех букв, но потом как бы уже после школы или в зависимости как бы от характеристик человека, кому-то это удается писать красиво, кому-то не удается, но дело не в этом, дело в том, что существует как бы каллиграфия как все-таки искусство красивого написания Христов. В данном случае вот восточная каллиграфия, она беспрецедентная, высочайшая арабская каллиграфия, высочайший стиль каллиграфского искусства, ну, кстати, в готическом шрифте тоже это уровень очень высокий, потому что это очень долго были совершенно рукописные ручные книги, ручное искусство, которым занимались каллиграфы, которые должны были целые тома книг писать так, как будто они напечатаны, по большому счету, хотя это ручная была работа. И так основные древнейшие книги, они во многом всегда создавали свой ручный способ. Поэтому искусство каллиграфии, оно, безусловно, является высочайшим искусством среди искусств, скажем так, в своем каноническом, своем эстетическом и таком качестве, где совершенство каллиграфического искусства требовалось как бы идеальное и высокое. Но современный подход к плакате использует каллиграфию в несколько вольном прочтении. Это любой шрифт, любое рукописное исполнение, которое может сделать человек, который коряво пишет и даже говорит о том, что у него просто элементарно школьной грамотности на чертах ни букв не существует. Но этот фильм может быть очень интересным в контексте какого-то решения, какого-то плаката. И тут есть очень интересный момент, который связан с эмоциональностью вот такого каллиграфического исполнения. потому что эмоции, которые проступают через почерк, через то, как человек пишет рукой, какие у него буквы получаются, это все очень специфично. Оно практически не повторяется ни у кого, у каждой пишет, как он пишет или как он дышит. и это используется сейчас очень сильно в современном плакате как принцип индивидуализма, принцип такого совершенно личного исполнения света. Вот если вот этот плакат первый, он достаточно каллиграфичен как с профессиональной точки зрения, это еще надо как бы овладеть так пером, чтобы вот так вот лихо закрутить буквы и лихо их написать. И конечно, каллиграфию практиковать стоит, именно вот в таком жанре, жанре, которое на первом плакате, потому что умение писать красивые ручные фитты, это очень важное умение для дизайнера. Но вместе с тем можно и воспользоваться каким-то эмоциональным ходом в решении каких-то плакатов, и не столько написать, сколько сделать условный такой текст, который несет в себе именно эмоциональную сторону, но с одной стороны даже не прочтешь, что там написано. Но это немножко напоминает все-таки какой-то текст, и это можно использовать в плакатах. Ну и вот опять же арабские швисты, это современная арабская каллиграфия, которая тоже несмотря на ну как бы каноничность этого письма, потому что там действительно каллиграфия арабская она требует имеет очень свои четкие законы, четкие правила, и вместе с тем современные дизайнеры, которые пишут на арабском, они позволяют тебе вот уже решать какие-то свои плакаты с точки зрения не классической каллиграфии, а с точки зрения современной каллиграфии, которая обладает вот этой красотой, эмоцией, красотой какого-то такого эмоционального состояния, можно сказать, экспрессионизма такого некоторого экспрессии, которые присущи вот такому письму. И вот упражнения, которые делаются на художественных факультетах, дизайнерских вузах, дело в том, что в какой-то степени почерк каждого человека очень своеобразный. И как бы заставлять всех писать так, как надо, это было бы очень скучно, потому что кто-то может и по-своему очень писать интересно и красиво. И вот эти упражнения, они в принципе направлены на поиск какого-то своего почерка, какого-то своего индивидуального почерка из-за того, как создаются буквы литера. И в этом смысле, конечно, вооружившись тушью, можно палочкой, можно пером, можно даже кистью, можно поэкспериментировать на тему вот таких своих шрифтов. своих как бы фалитов, своих гарнитур. И если есть склонность к какой-то органике, да, так, чтобы эти буквы, они были, ну, их можно было бы составить в какую-то гарнитуру, потому что сам характер вашего вот исполнения, он их будет роднить, и они будут как бы из одной гарнитуры литы. Они как бы создастся такая гарнитура, которая будет просто ни на что не похожа, но она будет все равно внутри себя, она может быть гарнитурой. Это очень интересные опыты, которые проводят студенты художественных художественных. Вот это тоже из этой же области, видите, какие-то поиски гарнитур, шрифта совершенно, ну, как бы от себя, от каких-то своих каких-то особенностей какого-то, может быть, даже совершенно свободного ведения руки, но какая-то целостность внутри этой гарнитуры существует, хотя читаемость, конечно, страдает достаточно сильно, но это как бы иногда, может быть, и необходимо, потому что плакат, он в принципе может иметь там немного слов, и это необязательно там длиннее куски текста писать, это может быть одно слово или там фраза какая-то написанная вот таким ручным каллиграфическим шрифтом, она будет и читаема, и оригинально, и обаятельна, и очень выразительна. Ну, и вот очень, как бы, часто используется для этикеток вина, крафтового вина, которая, собственно, делается, как бы, не наделанная самим, такой вот этикетки для вина, которые тоже делаются вот так же, с помощью вот такой каллиграфии. И продолжая, как бы, тему каллиграфии, мы, я хочу сказать, что вот для чего вот такая, скажем, опыт каллиграфического и практики для того, чтобы, ну, во-первых, найти какое-то оригинальное решение, скажем, для плаката. И в данном случае вот эти плакаты, которые сделаются студентами, они очень остроумные, очень свободные, ума палатят. Ну, вот красота же. Вот. Свой главный кто? Видите, сама даже, как бы, сам текст придумывается, как остроумная фраза. И такая фраза, она предполагает вот такое решение вольное, которое позволяет прочувствовать как бы вот этот вот, скажем, эту иронию, да, в полной мере, да, потому что это не является какой-то назидательной как бы вещью этот плакат. он немножко рассказывает просто об отношении или о поведении или об отношении к тем иным вещам. Вот. Я учиться люблю. Видите, какой плакат. Ну, территория человеческого безразличия. И вот такие плакаты, они как бы являются такой, уже существует такая форма плаката легкого, юмористического и именно каллиграфического. Какие-то короткие фразы, которые без того уже как остроумные, как фраза, как литературное или там словесное употребление. Вот. и их еще преподносит вот в таком ключе вольном, свободном, который ну, только помогает правильно к всему к этому отношусь. Шрифтовая аппликация это методический аспект того, как можно нарабатывать практику работы с и каллиграфическим текстом своего исполнения и с какими-то шрифтами или какими-то материалами, которые можно вырезать из каких-то журналов как бы и создать какие-то такие вот вещи, которые будут нести в себе информацию ну, как бы текста, да, но это не текст, который надо будет как-то обязательно прочитывать, нет, это скорее всего такой визуальный образ вот текста вообще, да, как мы, о чем мы пишем, о чем мы думаем, что мы как бы из себя представляем и что мы хотим как бы найти в этом тексте. Это такие упражнения, которые позволяют на бессознательном где-то уровне увидеть может быть какой-то смысл, а может быть и понять бессмыслицу как бы многих высказываний, многих текстов, что в принципе уже есть смысл. Даже если вы поймете бессмыслицу, это уже достаточно серьезное осмысление. и опять же шрифтовая аппликация это метод работы формальной композиции, но только с помощью букв, с помощью литер, которые вы можете всегда нарезать из любых журналов, набросать на лист бумаги, буквально набросать. Можете их расставлять, можете их набрасывать, если вы нарежете журналы в кучу, то вокруг у вас бумажки, 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 вы посмотрите на этот стол и увидите вот примерно то же самое. то тут уже когда этим занимаешься аппликацией или коллажом, что мы будем говорить дальше о чем, тут происходит тот момент, когда накапливается вот этот весь материал, который просто разрезается и он никуда не идет, он как мусор. И во многом это и есть производство мусора, но когда кто вот так вот завален этим мусором, очень легко увидеть очень красивые сочетания, которые случайно происходят, и что-то сфотографировать для себя на камеру, как бы что-то как бы доработать, как-то это найти какое-то решение. этот метод достаточно бессознательный, он как бы на автоматурике происходит, потому что когда вы режете бумагу, вы что-то берете, а потом куча бумаги еще остается, эти вещи, которые не вошли там, допустим, в ваш коллаж, и вещество превращается в такую как бы мусорную кучу, которая сама по себе может подсказать какое-то решение. Вот, примеры шрифтовой аппликации, вот, более-менее такая рациональная шрифтовая аппликация, ну, плакат Андрея Лаггина, это приправитель притажского дизайна, а, нет, в РГД, высшей академической графической школы дизайна, и жизнь стала лучше, жизнь стала повеселее, а, жизнь стала лучше, а лучше жизнь не стала, но вот этот плакат у него выложен красной икрой, и там, вот, и этим плакатом он очень прославился в свое время, и вот, вот такие, как бы, упражнения можно позволить себе, вырезая маленькие буквки, но вот эти вещи, они достаточно маленькие, потому что вы не найдете это, надо резать большие плакаты, где напечатанные буквы большим размером, большим керрием, а в данном случае, если вы даже какие-то крупные журналы возьмете, там есть обложки, там есть какие-то, всегда можно найти более-менее крупные буковки в заголовках, и спокойно их резать и выкладывать на маленьком листочке какую-то композицию, и это будет опыт такой вот типографики, вы можете соединять различные буквы между собой, какие-то по смыслу, какие-то можете просто ради их красоты, потому что буквы имеют свою эстетику, и каждая буква имеет свою красоту в рамках этой шлифтовой эстетики, и иногда для наработки опыта визуального очень важно поучиться у вот этой шлифтовой эстетики, потому что сам шлифт создается очень кропотливо художниками шлифта, которые выверяют все домичащие подробности, в них заложены пропорции, в эти шлифты, они уже сами по себе очень как бы сложные изображения, выверенные на 100%, и работая с таким маленьким изображением, но сложным, и выверенным в состоянии эстетики, пропорции, работать очень интересно, и вы только нарабатываете свое чувство, эстетическое чувство, и свой на свой вкус. Вот типографические упражнения, которые были еще в 19 веке, это собственно они производные от рисования, с той же каллиграфией, но вы посмотрите, изображения, они действительно изображают просто как бы наброски людей, чем более очень такие хорошие набросочки, которые очень четко передают пропорции фигур человеческих, и движения, но они действительно создают все их буквы, там нет ни одной линии, которая бы не была буквой, знаете, это все буквы, даже самый маленький тоже буквы. Так что вот такая типографика вообще-то это искусство набора, оно появилось в начале как бы 20 века, опять же периода авангарда, и благодаря таким художникам, как Родченко, в России это Футимас, студенты Футимаса, они создавали очень много типографических конструкций, и производство, сама типография идет от искусства набора, потому что литеры, они существовали только в типографиях, и для того, чтобы набирать текст, и искусство набора текста, это естественно тоже искусство, потому что наборщик, он используя одни и те же практически литеры, которые обладают типографией, которые есть в типографии, там несколько гарнитур было, даже много гарнитур было, но в рамках одной гарнитуры, или там нескольких гарнитур он создавал какие-то очень оригинальные наборы, какого-то текста, и таким образом разнообразил решение печатной продукции типографии. И сначала это было делом типографов, наборщиков, которые работают с типографией, но потом оно перешло уже в непосредственно графический дизайн, как способ соединения различных букв в единую конструкцию, которая несет в себе еще какой-то смысл, или дает какое-то новое визуальное представление и об этом шрифте, древия и как бы выглядят по-другому. Теперь мы перейдем к теме «Колаз», который очень важный методический метод, который позволяет очень быстро и очень как бы неожиданно для себя в такой степени прийти к каким-то решениям в композиционном плане, в работе над какой-то темой, над каким-то плакатом. Вот эти коллажи, которые создает девушка, которая родилась в Ташкете, закончила во Франции художественный институт, и она является дизайнером аксессуаров одежды, и в создании «Колазы» это ее хобби. Вот видите, как она создает, а вот там визу журналы, которые она разрезает, и вот этот коллаж, который она собрала. Вот этот коллаж, вот этот коллаж. Видите, они все достаточно эффектные, очень сильные, и это как бы умение, но идет опять же от дадаизма, направления в искусстве, о котором мы говорили, и дадаисты первые начали режать существующую тогда прессу, журналы, создавая, как бы для них было важно, что проведение искусства должно как бы создаваться из того, что как бы себя окружает. И как бы не надо ничего особенного придумывать, потому что уже и так настолько много созданного, что можно просто использовать это все созданное и еще раз создавать новое, оригинальное. и этот метод очень эпичный и очень близок как бы для задач графического дизайна, потому что по большому счету мы находимся в поле информационном, да, и дизайн тоже как информация создается. И когда мы используем какие-то уже другие носители, которые были до этого, в таком качестве используем, потом мы их разрезаем, что-то перекладываем, что-то переклеиваем, что-то с ними делаем и снова возвращаем их в информационное поле уже как новую вещь, как новый плакат, как новые решения. Это вполне органичное как бы проживание жизни для журнала, газет, когда они еще раз перерабатываются с помощью дизайнера и создаются какие-то новые произведения. Вот тоже коллажный метод разрезания журналов, перекладывания, аппликация и такие интересные вещи можно создавать. Действия. Я говорю, что это очень метод, очень эффектный и он очень органистный для информационной как бы среди, где цель является информация или передача информации и переосмысление тех вестей. Поэтому коллажный метод один из самых рекомендуемых методов для работы. Допустим, даже сейчас, после этой лекции вы можете порезать бумажки, порезать хороший журнал, но режьте хороший журнал. Чем лучше журнал вы будете резать, тем лучше будет коллажить. можно даже газеты резать, наклеивать или как-то там все равно уже макулатура. как бы что сделать, то и сделать. Члентовой плакат. Так иначе мы движемся к нашей цели и какие-то решения, которые мы должны в итоге создать или все работы, которые мы должны увидеть, они так или иначе будут связаны с плоскостью формата бумаги, там 1 или 3 или 4, но не важно какой формат бумаги, но в любом случае плакат всегда на 1 формат, это будет большой плакат и в любом случае это будет премугольник. И вот так иначе композиционные решения они очень разнообразны. И видите, сколько моментов, которые связаны со шрифтовым решением плаката. Это как бы шрифт в одной степени это душа плаката, потому что он помогает увидеть в нем ту информацию, которая как бы нащупана через изображение, через какую-то работу дизайнера. плакатик, который как бы буковки одеты в различные виды одежды, платья, костюмы. а вот такое дефиле букв. И эти плакаты уже имеют мировую известность и приятно как бы учиться на вот таких вещах, которые собственно ну что-то сделали в этой области такое, что с точки зрения профессионального подхода вдохновляет и до сих пор многих дизайнеров. Вот видите, как мы говорили сегодня о буквах и о шрифте. Вот видите, шрифты, которые можно использовать, ну найти как бы в окружающих нас, ну на рабочем столе или там какой-то мастерской. на шрифте на каком-то предприятии, там скретке. Вот. Это как бы шрифты и подручь и шрифты. Можно как бы рисованные шрифты, насколько разнообразны могут быть шрифты, которые создаются ну как бы по своему какому-то побуждению или какому-то своему мотиву. И таким образом они принесут к себе такое освежающее начало в плакатном ушке, да, что всегда это ну привешивается и всегда такие плакаты все время появляются, потому что шрифт достаточно сильная форма для плаката, которая требует своего предмышления, своего решения, своего интересного использования. продолжая разговор о классиках графического дизайна и как бы скажем так высоких достижений современного графического дизайна, мы не можем не коснуться свитерского дизайна. Свитерский дизайн это где-то 50-е годы после войны и в Свейцарии группа дизайнеров, которые практически создали эстетику послевоенной Европы, вот свит «Прагматик», который практически ареал «Прагматик» и ареал в один и тот же свит, который был собственно создан тоже в Свейцарии и на основе вот как бы вот такого элегантного, современного и очень как бы выразительного шрифта строился весь писарский дизайнер. И вот посмотрите, какие плакаты создавали дизайнеры свитарской группы. очень ясные, очень лаконичные, очень выразительные. Это все свит, все дизайнеры. На таких образцах приятно как бы учиться и и тут то, о чем мы говорили на артисте, начиная с точки. Помните, мы первые лекции о форме, это были точки, вот она как бы в реальности уже профессиональными свитарскими дизайнерами выполнили. Кольца, окружности, точки. Вы понимаете, дело в том, что свитарский дизайн очень методичен с точки зрения формы графического дизайна. И практически это классика, классика 20 века, тогда вот то, что Баухаус принес как и как методические какие-то рекомендации, а свитарскими дизайнерами было просто востребовано, использовано, и они как-то это очень все методично и грамотно применили в своих работах, таким образом создав фактически эстетику 20-го в Европе. Видите, вековые композиции. Есть такие решения интересные. вот такое многообразие решения формата листа с помощью вот скажем швистовых элементов даже это ну как бы очень хороший стиль который как бы очень организен самому плакату, потому что плакат это действительно дата допустим или какое-то мероприятие в каком-то моменте посвященном это информационные функции плаката и так или иначе должна быть какой-то минимальный текст который надо как-то сорганизовать как-то решить как-то преподнести так чтобы он был и одновременно как бы картиной и одновременно как бы информацией и вот эта задача плаката она как бы позволяет решить две вещи сразу это естественно окружающей среды потому что такие плакаты на улице на рекламных тумбах они позволяют увидеть красоту а с другой стороны они позволяют увидеть информацию и все вместе это и создает стиль европейского европейской эстетики которая собственно во многом лучшая в мире и до сих пор она является как бы образцом для дизайнеров в особенно вот такие плакаты вот видите фото плакат практически но как он интересно нарисован да и феш или вот этот автобус эти решения они собственно могут произойти только в формате листа поэтому мы всегда говорили о композиции и наше задание по формальной композиции они предполагали того что вы будете чувствовать создавать и создавать свое решение именно в каком-то формате где сразу будет засадиться то или иное место для того иного элемента для того иного петла для той иной фигуры как-то это будет завязываться в устойчивую композицию и вести и того какое-то решение и это очень важный момент наработки дизайнерского опыта потому что так или иначе мы занимаемся визуальным видом искусства и вот это разнообразие в этой области оно собственно вполне закономерно позволяет ну во-первых так или иначе как-то разнообразить нашу жизнь раз а второе то что она позволяет очень индивидуально выражать себя очень ярко как бы демонстрирует какие-то свои таланты свои умения в этой области и таким образом участвовать в этом процессе выпуска дизайнерских продуктов и еще одна тема которую мы сегодня затронем это макет книги потому что плакат это как бы форма такая которая предназначена для города но в основном очень много дизайна требует к себе книжная продукция безусловно которая опять же в Европе представлены образцами какими-то очень яркими выразительными так сказать в других странах как бы нету такой степени изыска и современного такого изыска в создании книжной продукции но или альбомной книжной типографии продукции но мы говорим о методах как это создается внутри цеха внутри самого процесса дизайнерской работы и вот пожалуйста тот же метод с аппликацией тот же метод с аппликацией это называется как бы блок шевной переплет вот видите это такой вот переплет это такая книга художника такая называется как бы такая подручный шрез чего не жалко вот форме переплеса да как книги переплетаются а вы можете выбрать как бы свои задатели на данный момент на данном курсе сделать небольшую книжонку маленькую авторскую ручную можно не делать плакат можно делать именно ручную книгу такую небольшую 8 12 16 16 страниц но не больше 16 страниц и это тоже будет очень интересным как бы делом и заметным вот видите какие форматы переплетов существуют они достаточно все равномобразные можно конструировать какой переплет вот эта книга которая как бы разворачивается на еще на какие-то страницы она как бы раскрывается еще и еще книга художника которая тоже из погрузных стрель делается и туда художник вносит все свои вещи которые делаются в таком интуитивном крюте и позволяют происходить той магии той энергии которая собственно нечет себе суд дизайнерского искусства книга и книга имеет страницы имеют две страницы это уже разворот а у книг внутри каждой страницы поля страницы книги они тоже должны как бы быть определены и выдерживаться на протяжении всех страниц как или и таким образом в поисках общего пространственного решения разворота книги можно использовать полоски бумаги которые с одной стороны обозначают текст который можно там разнести а с другой стороны уже формируют пространство они создают это взаимодействие белого разворота и каких-то литер которые будут черными и условно они не будут такими полосками полосками или более серенькими литерами но фактически представление цвета для эскизного такого формата книги можно обойтись вот этими полосками и таким образом создать действительно аппликацию а потом просто это уже будет готовая дизайнерская решение книги потом когда появится текст он может быть точно разместить в эти поля которые будут определены по этим разработкам по этим эскизам и вот коль скоро мы говорим об авангарде мы с него начинали и вот тоже фританские дизайнеры сделали в свое время 50-е годы это было 50 лет авангарде 1900-1955 годы а г это авангарде и вот работающий тарской визуальной который фактически не внушается тем же самым методом ручной работы для того чтобы создать эскизу будущего альбома об авангарде видите тоже ручная работа это уже обложка это тоже уже обложка в семье вроде напечатана ну в смысле это вот родничка вот здесь вот фактические художники Мастер Тюшан Ман Рей Александр Ротчингер и так далее Варвара Степани это все как бы книга посвящена художникам Миндорбит в начале 20 лет и уже в 50-м году дизайнеры писали вот таким образом пошли к решению о создании альбома они тоже возвращаются в саму как бы лабораторию этой атмосферы авангарда когда все это создавалось руками когда все это было живым процессом творческих бизнесов но с другой стороны если компьютера то и не было да поэтому приходилось это все так или иначе делать руками видите это книжечки посвященные авангарными дизайнерами спасибо и область вот на этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию и благодарю вас за внимание если есть какие-то вопросы задавайте Сергей Борисович спасибо большое за интереснейшую лекцию дорогие слушатели если есть вопросы пожалуйста задавайте судя по всему пока что вопросов нет можно я думаю если есть какие-то вопросы задать в телеграм группе и обсудить да да я хочу просто тогда сделать удивление о том что последние лет дизайн мы давайте завтра во сколько удобно можно в 4 в 4 да все хорошо спасибо еще раз вам большое за лекцию было очень интересно спасибо за запись будет работайте я скачал практически еще немножко вот судебно там бьют все работы которые вы выкладываете в телеграме и скоро мы будем их обсуждать и находить в них рациональное верно спасибо за что работы присылаются каждый раз я вижу тоже это отлично то что участники активно себя проявляют всем спасибо большое за внимание запись будет в течение вечера спасибо большое были очень рады вас видеть пока вопросов нету спасибо спасибо вам за то что вы поддерживаете группу своими работами это очень для меня это очень всегда приятно к сожалению я не мог комментировать но сейчас у меня будет время и мы наверное все-таки завтра у нас будет последняя заключительная серия лекций дизайна и сене и потом мы соберемся может быть еще в этом году для вот так вот онлайн будем ждать еще лекции мы должны как бы пройти вот этот момент осознанности того что мы сделали до сих пор у вас есть возможность поработать коллажом и с аппликацией срезать бумагу попробовать сделать чистовые аппликации с журналом здесь возможность как бы новыми какими-то методами овладеть и вот советую всем порезать бумагу и мы наверное после нового года будем делать уже 2-го 3-го числа вот такой вот чтобы была возможность доделать свои работы довести до ума выбрать во-первых все работы которые мы будем доводить до ума а потом значит все-таки довести я думаю что есть из чего выбрать доработать немного и интересно спасибо и вам спасибо большое было очень интересно спасибо спасибо всем спасибо за участие хорошего вечера до завтра спасибо до свидания до свидания все до свидания до свидания Продолжение следует...